Малыш, чуть не наступило, вернее немножко наступило. Девочки, привет всем, мои дорогие мальчики, девочки. Саша, Зоя, Сашу сегодня видела. Зоя, ты смотришь меня, Сашка не смотрит, сказал. Он даже не пользуется телефоном. На кнопочный перешел. Ну, каждому свое. Девочки, могла бы не включаться, честно. Села, думаю, сейчас только что зашла, думаю, и вот эту синенькую попробую вчерашнюю, что я делала. Ну, уже прогулялась, уже время два часа. Я кушала во сколько, в девять часов, а то споете, помните, немножко. Думаю, спокойно в тишине поем, с этими поразговариваю. А потом не выдержала, взяла телефон, подсоединила. Сидела, включила, смотрела тут. Человека, которого вы не любите, блогера тоже. Вот. И думаю, нет, я включу. Девочки, это бесподобно вкусно. Я просто заставляю вас сделать, но на второй день. Я вчера видели немножко только этих синеньких, так, ну, помните, ложку, по-моему, так, чуть-чуть загребла. И все, я не ела. Борща поела, и все, ковшик так в коридоре и стоит там. Девочки, бесподобно вкусные синенькие. Я куплю и сделаю, я даже не знаю, как сохранить, чтобы подольше они были. Тут же яйцо, сметана. Это уже незакрываемая, да, еда. Я бы, если бы оно закрылось, я бы вот это бы я ела. Так вкусно. Не надо ни чеснок сюда, ни перец. Только перебьется. Это вкусно. Я вот сижу сейчас, ем, и мне жалко кушать. Я смотрю, он, я яму уже какую, смотрите, я с краешку, видите, я не хочу вот это вот насыпать. Мне так вкуснее. Это моя еда. Как хочу, так и ем, правильно? Девочки, очень вкусно. Я прям советую, не поленитесь. Один синенький возьмите, большой. Ну, или как хотите, сколько там. Лука, сколько хотите. Сначала лучок пожарить, синенькие. Тоже бегом-бегом, чтобы не были, ну, они мягкие у меня. Ну, чтобы в икру не превратились, они счищенные. Потом, сколько хотите яиц. Ну, я три вбила яйца. И сметаны сразу. И все, посолил. О, девочки, я сейчас ем, сижу. Я не знаю, это такая тяга, очень вкусно. Помешало тут все. И укроп, и перец, и чеснок только помешало. А это класс. Именно два вкуса. Вы поняли? Синенькие цебуля и яйцо со сметаной. Все. Никаких, да, и перчика немножко я потрусила, вы видели. Чуть-чуть. Девочки. Это класс. Жалко кушать. Ой, как вкусно. Такое, знаете, такое оно, знаете, нажористое, такое, как наваристое, такое, знаете, классное. Еще же у меня и масла было много. Девочки, класс. Вот просто сесть и покушать. Вот я взяла кусочек хлебушка, уже доедаю. Я вам не... Не надо никакие приправы грибные сюда, ничего. Цимус. Девочки, я была в секонд-хенде. Вот мне, боженька, помог. Хорошо, что я домой не взяла. Я за ночь бы съела все. А оно мне надо. Я домой еду не хочу брать. Ну и в баню. Можно только яйца купить, пару десятков, чтобы были. Чтобы встать с утра. Или сварить яйцо, или пожарить. Вот это да. А так ничего не хочу. Хочется жевать носом. Чтобы помедленней. О, какая вкуснота. Маленький. Маленький. Маленький сколько съела. Вкуснее любой икры. Я вам честно говорю. Вкуснее соте, икры. Любой. Вот. И быстро. Прям не поймешь, что ты кушаешь. Вот честно. Вот что-то вкусное кушаешь. А что, непонятно что. Цвет какой приятный. Я же еще немножко куркумы чуть-чуть. Смотрите, какая вкуснятина. Вот это оно. Не надо ничего тут выпекать, перепекать. Я вам как посмотрю на мангалах. Пекут синенький перец, помидоры. Оно черное. У воду опускают. У води вот эта ялозия тут и снимают. Вот эту черную гарю. Да ну и в бане. Вот все чистенько. Все вкусненько. Объедение. Главное не добавлять ничего. То, что я сказала. Лук синенький, сметана, яйцо. Соль, перец молотый немного. Ничего больше. Мне кажется, вот эти синенькие где-то вот так приготовлены. Даже в кафе, в ресторане подавать. Люди бьели, только сидели и не разговаривали. Сидели все, просто кушали. И у них бы даже сил не было покачаться вот так от вкуса. Не тратить энергию. Лучше лишний раз пожевать. Пожевать. Девочки. Я не помешанная на еде там пишут. На помешанная на еде. Девочки. Ну, а мы все едим, правильно? Ну, я помешана, когда вкусно. Не, и то я не помешана. Просто я люблю, когда вкусно. Пусть. Вот тут же нету ничего до богатого, до дорогого. Цибуля, синенькие все. Яйцо и сметана. Но это же вкусно. И положи мне сейчас стейк семги, я бы ее не ела. Я больше ела. Синенькие. Девочки. Все. Съела очень большую канаву. Вы же видите, сколько я съела. Подровняла ее ровненько. Чтоб не было. Все. У меня дар речи. Я сейчас могла бы запеть оперную песню. Хотите вкусно, попробуйте. Я вам не враг. Оно мне надо говорить, что... Если оно не вкусно, говорит вкусно, чтоб людям портить настроение. И мне, чтоб писали, портили настроение мне. То есть, что ты врешь. У меня нет этого. Если гэ, я скажу гэ. Ни в коем случае. Прелесть. У меня аж... Девочки, я поела холодное... Оно ж холодное, и замерзло. У нас цыпки пошли. А на улице одела ветровку, девочки. Платье вон салатовое висит. Кроссовки одела. Носочки в кроссовке. И одела ветровочку свою. Ой. Вышла во двор. Девочки, борщ не скис. Я пришла, его только что поставила в холодильник. То, что надо. Девочки, я вчера ушла. Сковородку не помыла. Вот уж и делала синики. Ну и в баню, думаю, еще буду вот это сейчас сковородку мыть. Нашли. Печка чистая. Печка чистая. А я же пришла, сразу печку вытерла. Как только пришла, сразу печку. А потом поставила борщ. Сейчас, девочки, попью. Тут кофе. А тут что? А тут лимонад. Сахар. Так вкус наш. Малышочечек, дикусик. Смотрят на меня вообще. Сейчас я вам дам у тебя каркасы. Что оставила на борщ. Мне же их жалко. Я ничего не купила, девочки. Турба полная. А я сегодня в секинг сходила, девочки. Скупилась на 150 с чем-то гривен. 150 гривен. Вкусняк. И лимонад вкусняк. Слава Богу, заканчивается. Девочки, там говорили, что я на стол ложу, секонд-хенда. Что дальше? Куда ложить? На пол? Или на кровати. Девочки, ни одной вещицы не взяла на вешалке. Все было вот так перекинуто. Вы поняли? Вот где висят, там же в секонд-хенде верхняя полка, не полка, а это, этот, ну шоу. Палка вот эта, железяка, где вешалки вешают. Как оно называется? Вы поняли? И нижняя есть. Две. Никогда нету, чтоб одна только была. По две. И снизу висят вещи, и сверху. И все, девочки, смотрю, перекинуто на нижнюю, эту самую, эту, ну, эту железяку. Вещи не на вешалке. Кто-то посмотрит и кидал вот так, вверх, перехелял вот так. Вы поняли? А я вытягиваю. Одно вытащила, второй, девочки. Наложили мне то, что мне надо. Я собрала, знаете, я все собрала, дань, и пошла на выход сразу. Заплатила и на выход. Прикиньте, я даже не пересматривала то, что вот так на вешалках. Потому что я знаю, что там ничего нет. Девочки, целая, целая торба. Смотрите, целая торба неподъемная. Первое, что у меня на почин, девочки, вот что, смотрите. Но я не знаю, что это такое. Но я смотрю, висит что-то. Думаю, наверное, шведка какая-то, или что. А оно нет. Я думаю, что это как фартук, девочки. Или что. Смотрите, банджи есть. Что это, фартук, девочки? Вот тут пулечки есть за стель. Это же не может быть юбка. А может, это юбка. Девочки, я не знаю, что это. Завязки, где вторая? Вот завязки. Ну, так, эта завязка идет сюда. Девочки, сейчас разберемся. Я не знаю, что это я взяла. Так. А это что, сбоку завязывать? Это не может быть. Чтоб это была юбка. Какая это юбка? Смотрите. Что, вот эта юбка? Вот. Что, вот это разрез? Может, просто накидка на жопу, да, девочки? Накидка на жопу, чтоб сзади была юбка, а впереди трусы выглядывали. Ну, девочки, для меня будет как фартух. Правильно? Да, девочки, это типа юбки. Поняли, какой? Смотрите. Вы же видите, что тут? Смотрите. Вот оно. Вот полы. Видите? Значит, это просто одевается, застегается впереди, потому что сзади вот. И идешь себе. Сзади ты вроде в юбке, а спереди в джинсах надо. идти. В общем, чепухня. А мне будет фартух, девочки. Правильно я взяла? Я сразу. А я думала, фартух это. Я еще на кассе, девочка, это было, я верхняя ложила. Я говорю, я даже не пойму, что это. Я говорю, мне как фартух будет. Сейчас для них чего. А вот тут даже девочки еще и пуглица, гляньте. Оно новое. Видите? Еще и пугличка вот в середине, и кулечек. Если бы оно было уже б.у., а оно все пристрочено. Видите? Ну, новье. О, повезло, тети Люди. Сейчас посмотрим, чье оно. Девочки, переела. Тут чье оно, тут точки, точками написано, азбука Морзе пробежалася. Ну, девочки, хорошее. Вы же видите? Еще и новое совсем. Что, не повезло? Повезло. Вот тут можем Мадеин чье. Мадеин. Девочки, угадайте чье. Я думаю, вы поняли. Девочки, Мадеин, Индия. Хе-хе-хе. Но это не Сари. Для меня будет фартук, девочки. Гляньте, какой фартук. На веревке завязывается. Вы видите, что творится? Вот я его завязала. И гляньте, какой фартук. Оу. А качество, девочки, качество, вы даже не представляете, это качество. Такое хэ-бэ. Класс. Вот это первое было. А оно так перекинуто. А что было не забрано? А я думаю, чешветка, чешону такой взяла и сразу подмышку. Девочки, сюда, на край стола. Ничего не писать мне. Потом вот это взяла. Девочки, даже не знаю, зачем. Думаю, 30 гривен килограмм. Чего не брать? Тоже кто-то посмотрел и повесил. Смотрите. Кофта. Ну, это я не знаю, девочки, с капюшоном. Гляньте. С капюшоном. Вот. Кофта. На замке. Сбоку получается замок. Видите? Вот. Карманчик на замке. Все рабочее. Девочки. А это как... А, пуговичка тут застегнуть надо, девочки. Где-то пуговичка. Не знаю, где пуговичка. Подождите. Пуговичка. Алло. Девочки, нету пуговички. Вот это новости. Так. Девочки, пуговицы нету. Одной. Может, запасная где-то есть. Не, нету. А, девочки, гляньте, запасная есть. Хе-хе-хе. Мадынь, чё? Девочки, я считаю, что я хорошие шмотки сегодня взяла. По 30 ривен килограмм. Псс. Девочки, мадынь, я не вижу чё. 100% шо-то. Без всяких 50, 80, 100. А пуговичка вот прищется. Кто будет носить, хай выбирают. Карманы с капюшоном. Пуговички, девочки, обманщики. А, не, подождите. А если я расстегну? Девочки, я не пойму, пуговички или обманщики. А если замок, я не знаю. А ну, сейчас попробовать замок расстегнуть, что оно получается. Девочки, и пуговицы застегаются, расстегаются. Если замок расстегнул, можно на распашку. И пуговички расстегаются. Вы видите, вот. О, кофту ухватила. Девочки, ни пятнышка нигде, ни зацепочки никакой, ничего. Ну, вы же видите, смотрите. Видите, какая лентя. Ну, не знаю, мужская, женская. Разберёмся. Девочки, она затянула, если б саму, наверное, гривен, ну, на 15. Что, не надо брать? Нигде ничего. Дальше. Взяла, может, Миши. Не может, а Миши и взяла. Тоже кофта, тоже с капюшоном. Вот сейчас вот валяться, похолодает. Да? Смотрите. Нигде ни пятнышка, нигде ничего. Карманы здесь. Качество класс, девочки. Хлопок. ХБ. Тоже с капюшончиком, всё. Ни пятнышка, ничего. Смотрите, вы всё видите. Качество вообще класс. Веду, протелепаю и дам. Чего звёзд, че нет. Тут же ещё. А ещё взяла девочки. Ему тоже. Миши. Вот футболочка. Дома валяться. Видите, какая. Ни пятнышка, ничего. Гляньте. Серенькая тоже. Вы видите? Золото. Нигде ничего. Девочки, я взяла вот такие ему штаники. Тоже с этой кофточкой. Чьи футболочкой. Смотрите. Тоненькие-тоненькие валяться тоже дома. Да, девчонки? Смотрите. Вы видите? Вот футболочку одел, штаники, кофточку, и носочки дома зимой. Они тоненькие. Такое хэбэ хорошее, приятное на тело. Девочки, вот это всё было перекинуто. Я говорю, мне как будто, знаете, как будто мне уже кто-то подобрал. Только приходи, собирай, ходи и уходи. Прикиньте. Дальше. Ох, девочки, тут таких джин взяла. Одни, правда, были перекинуты, одни с вешалки сняла. Прошлась. Но я взяла их, девочки, махины, как на холодильник. Ничего. Пригодятся. Это мешутки тоже, штаны девочки. Гляньте, какие. Качество. Мягенькие-мягенькие. Никакая не синтетика, хлопок, девочки. Брючками сделаны. Посмотрите, какие. Целенькие, целюсенькие. Нигде ничего, ни затяжечек, ничего, нигде. Вот мне сегодня, девочки, вот последний день. Первый день пойду, пустая, даже вообще ничего, за любые деньги взяла, лишь бы хорошее что-то. А вот последний день, на 150 гривен, гляньте, сколько вещей, гора. Нафиг мне вот эти базары и магазины лазить. Фигню там, синтетику скупать. Девочки, тут такие штаны, тебе будете смеяться. Ха-ха. Ой. Гляньте, на какие жопы джинсы. Девочки, а джинсы, девочки, пеленки, как пеленки. Посмотрите, что я хапнула. О, гляньте, эти еще поменьше, а тянутся, тянутся, не протерты между жопой, нигде ничего, гляньте. Гляньте. Тоненькие, тоненькие, гляньте, в кольцо, в обручальное влезут, как вот у платочек пуховой. О, где качество. Ой, тонюсенькие какие, приятные на тело, не то, что как оденешь дубовый. Я такие даже и в руки никогда, даже не смотрю на них, девочки. Гляньте, нигде ничего. Посмотрите. О, так, это что у нас тут? А, это футболочка. Тоже Мишутки взяла. Девочка, может и себе будет, смотрите, да? Гляньте. Наверное, мне будет с бокалами, Миша еще не захочет. Я ее себе оставлю. А это, наверное, еще и женская. А, это же, а, девочки, она женская, тю. Смотрите, сзади длиннее, а спереди короче. Женская. То, что надо мне. А эти джинсы, девочки, девочки, как, никогда не бывает больших размеров. Все всегда маленькое. И в первый день, и второй, и последний, и предпоследний. А это, гляньте, какая махина, и никто не взял. Неужели баб полных не было? Я не знаю. Обычно, или просто не хотят уже смотреть, не верят, что бывает такое. Вы поняли? А это было на вешалке, кстати. Сложено. А люди же, наверное, думают, а что вот это детское смотреть? А тут, гляньте, какая, о, это уже не на меня, и не на Олю. Так еще ж тянутся, девочки, гляньте. Гляньте. Вы гляньте, это зато вот вперед. Посмотрите, какую тут тухис, какой надо иметь. Это не мой тухис, уже и не Олин. Гляньте, это перебор. Нигде, девочки, посмотрите на мотню. Нигде ничего нет. Вы бачите? Гляньте, на эти джинсы. О, одел и всю зиму гасай. Носочки поднес, какие-то тоненькие штаники, то есть, захочется еще. А качество, девочки, тоже в игольное ушко залезет. О, непонятно, чьи. Непонятно, чьи. Нема. Главное, целесенькие. Качество. Присядешь в них, ногу задерешь, куда хочешь. Хочешь в трамвай, хочешь в маршрутку. Самое главное, нигде не потертый. Ну, вы видите сами. Вы же не слепые. Они, наверное, если одеты пару раз, то это хорошо. О, девочки, гляньте, какая красота. Я сегодня скупилась. Вы представляете? А джинсы-то вообще больших размеров вообще никогда не бывает. Как не вытащишь, все маленькие. Или возьмешь, думаешь, да ладно, может похудеешь. А оно дуля. А это, гляньте, какие красоты. тут моя ветровка. Вот это мои сегодняшние покупки. Я считаю, шикарно я сегодня скупилась. Вот завтра интересно поехать, первый день. Даже глянуть нечего будет, наверное. Боих там столько, они же позагораживали, все в один отдел. Не в один, а в два. Ну, понавешивали все. Все вместе. Надо было еще по халатам, девочки. Вот так сюда халаты. А я не подожду. Я видела, я даже посмотрела, девочки, три комбинации были белые. С кружевами вот тут все. Прикиньте, комбинации кто-то сдал, уже расстался с ними. Я еще хотела, взять, думаю, можно взять комбинашку. Вот тут вот кружево, вот так вот, новые, три штучки было. Я глянула, подтянула, они на меня были как раз. А потом, ну, нафига мне комбинация. А потом уже еду домой, думаю, надо было взять комбинацию. Просто так. Вспомнить молодость. Ну, ладно. И никто не купил. Видите, провисели комбинашки. Люди копаются, копаются. Девочки, я бы еще покопалась в постельном вот там. Они же постельное сбрасывают в последний день в эти большие ящики, вот эти здоровые такие. и там люди как куры вот понаклонялись, а что-то выбирают. Я бы просто не смогла. Вот это ж тяжелое, оно у меня все на руке, сумка на плече. Одеть куда, отнести ей туда было. Ну, я уже, у меня уже девочки не было псил. Я еще переживала. Сирена была. А еще по Херсону сегодня, по центральному рынку, боже мой, взяли, лупанули, сколько людей погибло. Центральный рынок, девочки, в Херсоне. Когда ж совесть уже проснется у кого-то? Какая это война? Это просто уничтожение людей идет. Я вот, то есть, сирена за сиреной, я вот это думаю, надо скорее текать. Якуська, что ты там лех? Ну, в общем, девочки, сегодня у меня вот такой хороший базар. Правда, радости. Сколько людей погибло сегодня утром. Люди вышли на работу, люди вышли скупиться. Никто ничего даже не думал, что через секунду поразлетаются в разные стороны. Господи, Херсон, Сумщина, Харьков, Запорожье. Ой, бляди, ой, богом, наказаны ж будут. вот. Ладно. В общем, вот такие у меня сегодня базары мои. Я очень рада. Была б машинка вот тут еще. Ну, он есть. Я не хочу вот это колотнеть. Ой, даже я сейчас сказала это, и не дай Господь. чтобы простирнуть. Он на улице сейчас за секунду все посохло, и понесла бы домой уже простиратая. Я домой приду, машинку за футболю. И до утра будет все тоже посохнет. На маленьких, на худых девочке полно. И пальто там одно я посмотрела. Такое классное пальтишко. Маленькое, где-то 48 размер. И курточки можно взять. Вот сегодня последний день 30 ревен килограмм. Там два хлопца были. Такие лет уже по 45, где-то может чуть старше, по 50. Детского нагребли столько. Я думаю, может они где-то перепродают это. И эти безрукавочки, эти такие баллони, ну вот эти тепленькие, только, ну, безрукавки, вот эти, как оно, ну, безрукавки, да, называются. С капюшончиком и обуви сколько детской. Нагребли там мужа сколько нагребли. Ну, я так думаю, что это только перепродавать. Кто-то может стоить, точки какие-то или может сами стоят, торгуют. А ну, 30 гривен килограмм, а вот поштучно, да, вот эти штаны, смотрите. Вот. Ну, сколько они? Ну, грамм 600, да, не больше, да, где-то на 20-ку. А продать их за сколько? Тем более, вот такая жопа, девочки. Да их запросто гривен за 200, а то и за 250 купит. Аж с руками еще и руки поцелуют. Вот вам, девочки, смотрите, поштучно продать, да? Вот затянули они на 20-ку, а за 250, за 300 можно их продать и схватят. Такой размер, такое качество. Это вам не вот эти оденуты идут, как роботы, ноги не сгибаются, а это одел, резинка, еще и тянется. А на ножки на полные на какие? Вот тебе 300 гривен. Вот тебе заработок. У кого мозга, у меня мозга крутит. И эти за 300. И вот это все можно запросто поштучно продать с руками и с ногами схватят. Потому что размеры и качество. Вот на 150 взяла, вот это можно тут, если поштучно продать, вот смотрите, вот эти б я дешевле, чем за 300 я б не продала, даже разговаривать не хочу. Он вперед туда, на озерку, там вперед, там дубовое все. Футболочка, девочки, за 100. Дешевле нет. Постирала, погладила, пью, еще ты надухала и на продажу понесла. 100 гривен, 400. Джинсы эти, тоже, девочки, тоже, тоже 300. Качество, тянется, гляньте, на слона. Это еще тоньше качество, чем это, чья одинаковая. Вот это тоньше немножко. Так, 600 и футболка, 700. Да, я все равно продам, я знаю, что я продам. Я бы продала, но я же не собираюсь продавать, а потом, боже упаси. Дальше, вот эти штаники вообще, девочки, они в иголку, в самую маленькую в ушко влезут. Смотрите, тут такое качество. А чьи они? Сейчас мы прочитаем, чьи они. Так. Все, зараза. Девочки, ой, мады им Камбоджа. Хе-хе-хе. Вы прикиньте, качество тут какое, девочки. Мады им Камбоджа. Девочки, тоже стрейч мягкий. ХБ. А ну, 100% без всякого тут. Так, где тут? Стирать при 30 градусах. Тишоту я не пойму. Девочки, целое, целое это самое, как вот у рецепты, не рецепты, а инструкция на лекарства, то по 3 километра. Так вот и тут. Я не знаю, что тут. Я не вижу, где тут шоу. Не знаю, девочки. Мады им Камбоджа. Это вообще 200. 200, девочки, не дешевле. Вот люди так и не любят, девочки, а что делать? Главное, о, они брючками, целенькие, нигде не пятнышко, а качество вообще. Это 700 и 200, 900. О, заработки. Вот эти штаны, это вообще, они, девочки, еще, знаете, они еще какие-то тут, эти, слова написаны. Девочки, не пойму. Вот что-то, серые, а беленькое, что-то, что-то понаписано. Ловы, чинеловы. Не пойму. Ловью. Наверное, я ловью, девочки. Штаники, чьи. Сейчас глянем. Там 900, не забывайте у нас. И я знаю, если бы я стала продавать, сейчас я бы продала. Не продала бы, я бы ушла домой. Я бы не уступала. Потому что я знаю, что такого хрен я сама первый раз такое купила. Надо подумать. ходить вот так вот в последний день. Девочки, штаники 100. Качество тут вообще валяться. Вон, чепухня по 500 гривен, синтетика. Аж, аж стреляет, только глянь, глазами. Тысяча. Так, футболочка. Обязательно 100. 100. 1100. Девочки, все новое. Не, все классное, гляньте. Кофта эта. Кофта 200. А шо? Гляньте, какая кофта. Да? 200. Так, это у нас 1300. И эта кофта 200. Девочки, на полторы тысячи. Фартух мне. А шо, нет, девчата? Они стоят, эти вещи, стоят то, что я сейчас продиктовала. Вот, полторы тысячи продать. А купила на 150 гривен. Вот тебе заработок. Стань и продавай, где люди со шмотками. За это никто тебя, нигде ничего не арестует. Тем более нас, в нашем возрасте, при нашей жизни. Да. Да. Купил, продал. А шо? Сейчас все так. А где ж ударом? У кого ударом, тот не угостит. Вы поняли? Он, я видела, как кабачками, кабаками угощают в интернете. Видела. Блогеров. Никому ничего. Гниет. Но никому не дают. Главное, что сказали, что они никому ничего никогда не дают. А это так вообще. Тоже как юпочку, если продать, да? Потому что это юпочка сзади, на задник. Впереди вы видите. Тоже. Хе. Индия. Вот это да, новости. На пуговичках вот. Пуговички кругом. Вот пуговичка застегается. Где-то я еще видела. Ай, вот. А, девочки, и вот же петелька. А, так я даже не пойму, что же это такое-то, да? Если застегаться и тут. Оно же не может? Ну вот, девочки. Вот я застегнула на пуговички. И шо дальше? А шо это? Вот такая талия, чешо? А может, это кофта какая-то? Может, это на плечи? Сейчас попробую на плечи. Где? Ну вот пуговичка, смотрите. И вот. Это же для шеи. А это вот сзади, да? О, девочки. Так может, это это? Сари. А ну. Мне будет как фартух. А мы сейчас посмотрим, шо оно такое. Вот это да. Шо же это за наряды? Я скупилась. Шо же это за вещь? Шо это за вещь, девочки? Летняя эта, от загара чешу. На плечи накидывает. Ну. Так шея тут должна быть какая? Как вот у курицы чешу тоненькая. А может, у нас шеи такие есть? Вот веревка одна. Вот веревка. А где вторая? А, вот они. Вот. А ну, девочки, застегаю верхнюю. Вот же пуговичка, видите? А где петелька? Ой, девочки, это сильно туго. На какую же это шею? Ой. Девочки. Застегнулась. Это... Я так... А где эта пуговичка? А это вот, девочки. А, девочки, это какая-то кофта. Ну, и шо дальше? Девчата. Ой, я моднячая. Ё-п-э-рэ-сэ-те. А это шо? Ну, это сверху. А это тут. Ну, и как его... Оно же не должно вот так висеть. Ну, девочки. Если это стоечка-воротник, смотрите, пуговичка одна, пуговичка другая. Вот. Вот. Ну. А тут шо? Это вот так, да? Ну, а веревки куда? Куда веревка? Вот одна, а вот другая. Шо, между собой вот так связать? А нафига эти веревки? Ну, вот она. Между ног вот. А может, еще где-то пуговички какие-то есть? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Девочки, я вот это и не придумала. Как придумают девочки. Вот он. О, няньки, обманщик какой, летний. Так а вот это что? Что это? Никаких нету ни... Ну вот зачем это, да? Девочки, я сейчас встану. Блять. Ну, тут можно, терпимо. Гляньте, терпимо. Ну, и шо? Это как Бэтмен. Девочки, как Бэтмен летать. Девочки, как Бэтмен. Гляньте, девочки. Это как Бэтмен, точно. Гляньте. Ну, и куда в нем ходить, если это так? Смотрите. А веревки зачем? А вот это шо? И шо? Будешь идти, а оно ветром. Девочки, точно? На Хэллоуин одевать костюм Бэтмена у меня уже есть. Так что? Собираем. Шабаш какой-то. Как оно? Шабаш, да, девочки? Шабаш. Ой, блядь. Ну, шо это за наряд? Вот какая-то взяла, крутила, крутила его и положила. А я взяла. А я взяла. Главное, новое, девочки. Новое. Даже кто его купил в Индии и потом сдал. Не стирал, не стирал ничего. Вот салфан с пугичкой запасной. Вот он. Все пришито, все новое. Ну, шо это такое? Главное, качество хорошее. А может, это на голову? Ой, блядь. Ну, хорошо. Смотрите. Вот это по-любому. Или это зад должен быть, правда? По-любому. А куда его? Вот, зад. У нас всегда кругом вот это зад считается. Правильно? Вареновсе, шо-то. В общем, читаю. Вареновсе. Надо было хоть с продавцами посмеяться. Шо они могли б сказать, шо это такое? Мамады и Индии, это точно Индии. Индия, Индия. Ну. Девочки, качество вообще. Ну, на голову это не может быть. Главное, что пуговички с петельками. Вот. Вот одна петелька, вот другая. Вот пуговичка одна, вот другая. Все, застегнули. Дальше шо? Ну, позастегивали. И шо дальше? Тут остается у нас застегнуто вот это место. Никуды. И вот это застегнуто. Никуды. И самое главное, пояски. Вот сюда, походу, этот поясок идет. Вот. Сейчас застегну тут пуговичку. И тут. Сейчас с поясками. Они же должны по ходу идти, правильно? А не как хочешь, завяжи. Вот по ходу, вот так идет. Вот. Вот. Пристрочен. Вот он. Вот оно так идет. Не может же он назад выворачиваться. Так. Мне просто интересно, что это такое. Может, это такое, а я буду как фардук. Может, это такое красотища. А этот? А этот тут. Вот, девочки. Самое главное, оно должно вот здесь вот и завязаться. Вот. Этот отсюда идет. А этот отсюда. Вот сейчас мы тут завяжем. Оно же не может так болтаться, правильно? Как у собаки хвост. Оно должно сюда идти. Вот. Если мы позастегивали все. И так еще и поясок подпоясуем. Подпоясали. Сейчас. Впритык к пуречке. Все. Подпоясала. Ну и шо это? И шо? Может, это одна штанина? Первый знает. Вот. Вдвое. Сосрочить. А, и одна халявка будет. Под штаны. В общем, я не знаю, девочки, шо это такое. Не знаю. Причем, к чему вот эти пугови? Вот оно ж так должно и быть. О. Ой, Индия дает. Дают, нечего делать. Потому что речку почистили. Они вот эти головоломки шьют. Потому что вот это зад, это стопрот. Оно ж не может спереди или сбоку быть. Это у меня оно будет спереди. Как фартух. На голове тоже это не может быть. На голове. Ну, и шо? На голове. Застегну. А это веревки куда? Песыки. Эту. В гумань ехать чешу. Вот это куда не хватит. Ой, девочки. Кто это пошил? Сам не знаю. Выточки самое главное. Выточки. Выточки. Сзади. Что? На спине выточки. Вот, девочки, выточки. На спине выточки. Больше выточек нигде не мало. Если это зад, то значит оно что, на жопе должно быть. Это сто процентов сзади. А пулечка тогда застегается здесь. Это шо? На осу? На осу? Такой талии нет ни у кого. Вот даже у Гурченко такой талии не было. В молодости. Девочки, самое главное, оно хорошее качество. И рисуночки тут, и цветы. Вот ромашки, мак, тюльпан, девочки, тюльпан. Видите, цветы, цветы. Маки, тюльпаны. Роза, роза. Гляньте. Девочки, оно все в цветах. Вы обратили внимание? Смотрите. Вот. Видите? Гляньте, роза. В общем, короче говоря, мне фартук. А ромашечка, гляньте, какая красивая, беленькая. В общем, мне это будет фартук. А качество класс. Такое платье девочки. Ой, качество такое. А с него нельзя ничего пошить. Может, у меня там галка, портниха. Да, тут. Нет, тут не на шуме хватит. Самое главное, оно новое, девчата. Ни разу не ношенное и не стиранное. Вы же видите, пуговичка с аллофаном. Телепается. Ну, оно же видно руками, что оно новое. Что оно новое. Ну, вообще, навье, навье. Никем. Только трогалась руками, больше ничем. А цвет, да? Если кофточку такую. Ну, тут и не на кофточку не хватит. А может и хватит. Ну, цвет хороший. А качество-то вообще летом вот так вот в жару-то. Ну, в общем, все. В общем, я с хорошим фарпухом. Или посмотрю, девочки. Может, можно с чем-то скомбинировать. А такое можно забацать, что-то пошить. Новое. И с чем-то под цвет подобрать. Или беленькое, или голубенькое. Вот видите, есть и голубенькое такое, и беленькое, и красненькое. Что угодно. Тут можно, если руки приложить, заплатить, портнихи. И такое может забацать. Главное, что оно новое. Все, посмотрю. Это Галка, которая у нас, она у Мальвии была. Она вот это, ремонт одежи сидела. Мальву уже брали, и она перешла. Я вам рассказывала, где школа 16-й, там в общежитии. Туда она живет у нас. Ну, за Березкой, ну, за АТБ живет напротив меня. С мужем и со свекрухой. И она говорила, говорит, приноси всегда все. Маленькое, большое. Что угодно тебе надо перешить, подшить, изменить. И я все сделаю. Вот можно отнести. Качество вообще. Тут можно такое скомбинировать, да? Что-то метр где-то, что-то взять. Или что-то подобие такое в сэкине. Хай будет ворвано или что, да? Чтобы отрезать что-то. И такое можно забацать. И ни у кого такого нету. А главное, качество. В общем, девочки, вот так я скупилась. На 150 гривен посчитала продать на полторы тысячи можно. Даже на тысячи, девочки. Это что? Плохой заработок? Заработать. Раз в неделю хотя бы. Главное, надо не лениться. И не брать маленькие размеры. Маленькие размеры кругом. И дурак купит. Их полно. И в сэкинах, и куда только не кинься. Дефицит большие размеры. А больших сейчас людей очень много. Он, я сегодня стояла, одну остановку проехала, вся в тупик четверки, там, а то кемоскейте. Миша, думаете, я бы выходила себе. Я себе сегодня ничего с еды не купила. Вы же видите. А что покупать? Что покупать? Вот я пришла и икры поела. Борщака с руля косты. Что здесь покупать надо? В морозилке там непонятно, что там валяется. Вот. И это. И проехалась одну остановку. Я стояла, ждала трамвай. Она напротив, на остановке, в ту сторону, на квартал ехать. Стояла девочка. Она все время садится. Я не знаю, откуда она, что она тут у нас делает. Я ее очень часто вижу. Ну, девочки, ну, наверное, 200 килограмм она весит. Две. Это точно. Ну, 180 это точно. Не 150 и не 160. Она такая полная. Лет, ну, может, если есть, 18-19. Это от силы. Она очень полная. Очень. Ну, вот. Где я иду одежку купить? Вот так вот люди ходят, что-то выдумывают. Или шьют. Берут материалы и шьют. Потому что я... Ну, а может и есть такие богатыри магазины какие-то. Но у них там сумасшедшие цены в этих богатырях. А качество одна синтетика. Я была вон у нас. Пышная краса. Вот эти магазины. Вот это фуфло там одно. Одно фуфло. Туда зайдешь, они только бегают вокруг тебя, чтобы что-то тебе втулить. Там одна синтетика. Там ничего хэбэшного нет. И такое все допотопное. Что это кошмар один. Даже человек полный, он должен быть одет нормально. А не какие-то ужасы. Ужасы какие-то. Я заходила один раз. И сразу. Только зашла, две секунды я сразу вышла. Вперх вот это подскакают к тебе. Сразу. Налетают на тебя. И начинают что-то тебе показывать. А это вам не нравится. А я сказала, а вам нравится. Вот так я сказала. С таким выражением лица, как и мне. Хотели предложить. Я говорю, а вам нравится. Взяла и пошла сразу. Чью. Чью. Вот так вот. Я говорю, на кутю. А кутю на праздник. И пошла. Я говорю, это ж кошмар, что. Люди полные. Такие же есть полные. Что им наоборот, чтобы тело дышало. Они вот это нарядные, вот эти с люрексом платья разные. Не шелковая синтетика какая-то. Фу. Лучше уже байковый халат одеть и идти. В байковом халате или в ночнушке. Под поясаться. Блестящим поясом. И вперед, чем вот в ихних платьях, на костюмах. Все стреляет за километр. И такое все висит. Это я вообще по ужасу. Это она молодежь. Что-то где-то нормальное есть. Если что-то нормальное, оно бешеные гроши стоит. К нему и не подойдешь. А есть такая чухня и тоже бешеные гроши стоит. У меня уже он в Секин буду ходить в последний день. На 100 гривен кучу буду брать. И меня, и каждый день. Так как эта фирма хоть и качество какое-то, что там завозят. Ну, у меня платье турецкие он. Заразы. В магазинах на Титово брала. На Титово в центре брала, на озерке брала. Вот эти лансы разные. Я уже сама подумывала. Я сегодня, знаете, то утром кофе пила. И думаю, так на лето. У меня на следующее лето, дай Бог, чтобы все было у нас хорошо. Господи, помоги. Я летом ношу только платье. Я не люблю ни штаны вот это. А мне платье одел и пошел себе. А если штаны какие-то, то... Пока у меня на лето нет штанов, чтобы я ходила в летом в штаны. Пока у меня даже в глазах нету, чтобы я увидела. А вот эти костюмчики, что продаются, вот эти. Мне они на 150 лет не надо. Вот эти трикотажные костюмчики. Фу. Вот. Только платье. Я вот так сегодня сидела и думаю, то в окно смотрю кофе пью. Думаю, надо только, наверное, может набрать материалов уже. Ходить уже в эти отделы разные. И лен смотреть, лены, те самые отрезы какие-то покупать. И шить уже платье себе. Искать хороших портних каких-то. У меня есть, кстати. Ну, я же говорю, галка. Это она все шовно пошлет. И человеку работа будет, и мне хорошо. Чтоб с карманами. Я хочу, чтобы с карманами было. Чтоб положить в карман. И телефон положить. И ключи положить. И очки положить. Ну, что, в магазин заходишь. Тебе телефон надо, да? Тебе оплатить надо. Очки надо. Тебе надо. И вот это в сумку кинешь. И потом начинается вот этот кипиш-кипиш. Ищешь. Чтоб хорошие глубокие карманы были. Чтоб пошито было свободно. Буха. Чтоб классно. Чтоб без всяких. Внизу вот этих, как я говорила, у меня вон Буха платье есть. Внизу манжет, девочки. Вы поняли? Ты идешь, оно у тебя внизу, во-первых, ноги спутаются на коленях. Тут оно широкое все. А вот это, а в самом низу, манжет. Непробиваемый. Который не растягивается, ничего. Чтоб ноги задрать в маршрутку или в трамвай. Да даже в машину. Надо закачивать, как брюки мужики закачивают, когда садятся. Меня уговорили его купить. Идешь в нем, вот вы знаете, как матреха какая-то. Тут широкое. А внизу, как лошадь спутанная. Вот скок, 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 скок. Надо вот так прыгать. Не, все. Надо еще под... Я вот зимой. Будет прохладненько. Вот осенью будет прохладненько. Дай Бог, чтобы только все было хорошо. Я похожу. В ткани позахожу. И посмотрю, какая ткань продается. И пошить себе два платья хороших. О каких я знаю. Просто ровные платья. Без всяких вот этих вот выточек. Вот этих всех. Вот эти кокетки, как они называются. Не кокетки, а как. Как оно называется? Ну, короче. Брикетки какие-то. Без всяких вот этих вот. Отрезных талий. Вот так ровно. И с карманами. Все. До конца ровно. А до конца еще больше, чтобы расклешенное было. Только не расклешенное, а круглое. Чтобы трапетузы выглядывали, подует ветром. А ровно вот так. Вот так. Клина. Клином. Ровно. И широко. Чтобы ноги шли хорошо, задирались. В общем, что-то подумаем. На тот год уже. Вот завтра специально всходить на первый день. В Сэгин. Так, девочки, я же вам не договорила. Я же это беру. Девочки, я... Вот если бы это Оля снимала меня. Если бы у нас сегодня была выходная. И увидели, как я это брала. Я только вот одни джинсы вот эти большие взяла с вешалки. А так вот это все вот туда перекинуто. Я только поднимаю, думаю, а что это? Тюх, мой размерчик. Все мой размерчик, то, что мне надо. Миша просмотрела там штаны, кофты, все. Ничего. А вот это накинуто. Я вот так сначала прошлась по Мишиному этому. Одну там, ну, скоротили отдел. Все это самое. Ну, на одну сторону все понавешивали. Короче, а там же они сделали портьеры себе, отгородились. И там вот их целая толпа. Кричат все, все. Это ж перебирают все. Хорошее себе заберут. И кому-то запускают же, наверное, у них же есть свои вот эти, которые забирают и перепродают потом. Если на вот этом гамне можно перекрутиться. Вы поняли? Ну что, нельзя перекрутиться, девочки. Вот мы все взрослые люди, да? Запросто. Вот на 150 гривен куплено. И запросто даже по 150 гривен вещичку продать. Вы поняли? Вот вам и заработок. Чтоб купить, скупиться на неделю, покушать. И все. Пошел еще опять. Оставил себе 200 гривен. И опять пошел на выбирай. Опять стой, продай. Главное, большие размеры. Хотя это очень редко. Да и маленькие тоже. Ну не маленькие такие, а такие. Тоже. У людей не у всех есть. 500-600 гривен пойти выкинуть или тысячу на какую-то тряпку. Ходят. Перебирают. Ищут кто шел. Он к мусорнику. Только вынесешь, кулек поставишь. Переберешь дома шматье. Только поставил. И пошел в АТБ. От меня АТБ. 50 метров. Назад идешь через 5 минут. И след простыл. Моя тетка, мамина, сестра родная. Она вот на этих шмотках крутилась. Но она не покупала. Нет. Она вот... Я даже не знаю, откуда она у нее сначала взялась. Она же на блошином рынке. Ну, как вот эти кругом блошиные рынки. Она там торговала. Сначала забирала каждый день свои шмотки. А может, у кого-то договаривалась. Может, давала какую-то десятку, чтобы узлы за собой не тянуть. Вы поняли? А потом она контейнер арендовала целый. Там контейнер, как хороший гараж. Вы поняли? Вот столько шмотя у нее было. Ну, а девочки, знаете, как... Проходят люди, да? Вот, например, я. Мне надо что-то... Вещи какие-то продать, да? А я не хочу сидеть там. Я подошла и говорю, купите у меня. Ну, она возьмет, да? И начинает давать свою цену. Хотите? По такой цене возьму. А люди соглашаются на любые копейки. Ну, она-то вложила свои деньги, правильно? А че продаст, она даже по пятерке. То она вложила свои пятерки. А потом мечтай, сидишь. Люди пройдут, может, и в жизни никогда. Вот она умерла. Там столько всего пооставалось, девочки. О! И чтоб что-то путнее нет. Чтоб что-то путнее нет. Это ж все нас купало. Где нас купало? Где кто может так, что давал? Ну, столько было барахла, что там на базаре полно, в этом контейнере. А дома в спальне. Там целый склад был. Потому что тоже, может, и деньги вложены. Не может, а вложены. Ну, я сегодняшние покупки очень довольна. Я думаю, и вы меня поприветствуете, правда? А то лучше по последним дням идти. И все равно что-то-то выберешь. Торговать таким даже где угодно сейчас встань. Сейчас тебя никто не тронет. Особенно нас, пенсионеров. Я продавать это не думайте. Я это не собираюсь. Мне самой это все надо. Я просто вам говорю. Да, вот кому вот мало пенсии, где-то что-то это самое. Вот, пожалуйста. Я уверена, там вот так. Я даже когда в прошлый раз ходила, в какой день, я не помню. По-моему, тоже в последний. Или нет, я не в последний ходила. По-моему, это я в пятницу ходила. Тоже я вот так прошлась. Я вот так глазами. Я даже ничего руками не взяла, чтобы что-то потянуть, глянуть хоть. То я вот так вот глазами вижу качество какое. Если я вижу качество, мне нравится глазами. Я потяну и гляну. Что там за размерчик и что за фасончик. А вот. А хлопец один, ну как хлопец. Лет может тоже под сорок. Высокий, такой одетый, хорошо. Такой не алкаш, ничего. Он, я смотрю, он зашел в женский одевать. Я же вам уже говорила. Не в мужской, а в женский сразу. И давай. Я потом, я его, что я же за ним не следила. Я еще думаю, уходит женский. Я сразу подумала, что это какой-то, это целый, зарубичан или якийсь. Вот. А потом я уже смотрю, он уже идет у него. И на плече накидата, и на руках у него накидата. И тут целые горы женского. И белые блузочки. Я смотрю, все. Выбирал такое, что более-менее классное. И тю-тю. На вес взял, она штучно продаст. Или он, или может жена стоит, или мало ли кто, или мама. Это на здоровье. И людям заработок, и людям тем, которые купят, тоже надо. Правильно, правильно. Не все же идут в секонд-фенд. Есть люди, которые нервы не выдерживают у них там. У меня тоже, кстати, нервы не выдерживают, как вот это люди. Зайдут, и вот такое вот. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Я хожу, просто вот так смотрю. Глазами. Что-то понравилось, я потянула. Фасончик не мой и размерчик не мой. Все. Выхожу пустая. А люди, а люди такие, знаете, как бандершуту. Знают, что надо, что не надо. И знают, как листать вот это все. Мне облом. Он с Виктором, когда... Да, еще Генка был живой. Перед Генкиной смертью. Но он еще не болел. А вот тоже. Ни постельного не ма ни хрена. Я говорю, Виктор, давай, подъедьте с Генкой. Я подъеду. И навыбираем тебе постельного. Последний день. Подъехал. Тогда было чуть по 20 гривен, чуть 25. Ну-ка, дешево было, девочки. Он подъехал с Генкой. А, как раз я рассольнику то закрывала в банках. Что я вам рассказывала, что 2 килограмма перловки замочили. Мы солили целое ведро перловки. Прикиньте, что мы тут дурели как. Так мы столько... Я его посадила. Там есть эти... Такие, как пуфики. Вот такой, как пуфики. Там же обувь есть, чтобы люди садились и мерили. Вы поняли, сидя. И там их, по-моему, 2 или 3. Я его посадила. А Генка ходил... А Генка ходил, смотрел себе одежу. Там какие-то кофты, свитера, рубашки. Я говорю, Генка, иди. Выбирай. Ты худой, малый. Выбирай себе шмоток хоть. А я говорю, а я уже постель вам буду... Ну, Виктору постель навыбираю. Так я и Виктору там свитеровно выбирала кофты. Поднесу. Говорю, нравится тебе такое. Поверну ему со всех сторон. Тыры-пыры. Я говорю, нравится, нравится или не нравится. И ему тогда шмотя и футболок навыбирала. А постельного, девочки, этих простыней на резинках. Что жалею. Лучше бы я себе их забрала. Там такие простыни на резинках в последний день. Там, по-моему, чи на 200, чи на 300 гривен, девочки. Они... Генка еле потянул баулы. Баулы. А Виктор поехал свои вот эти вклады в центр города. Банки вот эти какие-то поехал уже вот эти депозиты свои там считать. А мне говорит это... Мы к тебе приедем. Я говорю, Виктор, я занята. И Оля. Мы с Олей. А мы с Олей тогда были. Я говорю, мы заняты. У нас перловка замоченная. Ничего. Мы что, мешать будем? Я говорю, ну как ты себе представляешь? У меня консервацию надо закрывать. Все готово у меня под консервацию. И еще и перловка. Там страшные шоу. А вы будете с Генкой в гости придете. Ну так ты же рассольник будешь делать. Мы уже рассольник они ели сто лет. Я говорю, я рассольник буду делать на зиму. Банки закрывать они. Я говорю, хорошо. Я говорю, ты надолго едешь? Она говорит, на пару часов, Иренка пока это все отвезет. Я говорю, хорошо. Так мы с Олей примчались. Давай это самое. Я борщ поставила. Думаю, придут хоть борщаха и поедят. И по-моему мы ничего не делали в этот день. Мы приехали эту перловку. Я не знаю, холодильник же тогда еще был. Еще в Олке я холодильник не отдавала. Заперли эту перловку. Я как глянула, девочки. Я говорю, а сколько это банок нам надо делать, этого рассольника? Что кашу закрывать? Нафиг она надо? Надо же и это, и огурцы, и помидоры, и перец, и морковка, и цибуля. О, но огурцы были свои. Куча огурцов было. По-моему мы все в холодильник запхали. Я говорю, ну все, сейчас гости придут. А что я им скажу? Нет. И так говорила, у меня консервация. Не, мы поедим рассольника. Я говорю, поедите зимой. Когда придете, я банку открою и сварю. Ладно, девочки. В общем, я вам все рассказала. Вы, я думаю, видите все эти вещи и одобрили их. Правда, девчонки? Мишеньке я взяла кофту, футболку. Сашу не ничего. А, Мишу-то, получается, я думала черную футболку, а она женская. Видите? Ну, будет мне. Ну, самое главное, вот что. Индия. Что-то пошила. Ну, может, вы знаете, что это такое. Напишите. Кто вы, индика, в обуви. Индиец. Я жду. Жду, девочки. Да бабушки в мои, руки в девочке. Они у нее и не разгибались. И никогда не работала. Вот в наймочках, как побывала в молодости, когда вышла замуж первый раз за моего родного дедушку. И все. А так вот эта домохозяйка была. Дома гребла все время. И руки вот такие. Во-первых, шишки были, сумасшедшие. На каждом пальце. И они у нее не разгибались. Как-то вот так. Знаете, вот вымаранная тоже, девочки. Такая вымаранная она была. Вот она и не улыбалась. Какой-то я, но я хоть ржу. Я как мама-то сестра родная, Димка. Мама тоже такая не была. Чтобы посмеяться или что. Мама как Оля такая, знаете, задумывается. Воду. Воду колотят в голове. Туды-сюды. Ладно, девочки, будьте все здоровы. Я рада, что вам понравились мои покупки. Я уверена в этом, что вам понравились они. Так что, девочки, я не пропаду. Бизнес. То я массажи хочу делать в голове, ковыряться кому-нибудь. То уже я вот шоу, если шоу. А шоу. Я не стесняюсь стать продавать. Ни в коем случае не стесняюсь. Но больше раздаю. Больше, конечно, я раздам. Я у Нади, что у Самвела, то с недогарок. Звонила же было ей, говорила. Мы с ней созванивались раньше. А сейчас нет, я не хочу. А вот, созванивались. Я ей говорила, давай, у меня секинг там есть. И вообще я по секингам. Я ей говорила, давай где-то встретимся с тобой, в секонд-хенд пойдем. На выбираешь себе штанов, футболок каких-то дома вот так вот. Или по улице в джинсы ходить. Не у те джинсы, что они там натягивали их, напяливали, наверное, тысячи три стоит гамно. Что застегивала ей даже продавец. Что вам подойдет. Лишь бы вот, знаете, спихнуть. Она не может ни вздохнуть, ни еле застегнула. А качество какое там. Я уже представляю, какое там качество. Дубленны. Я говорю, давай. Или давай я тебе куплю. И пришлю тебе. Говорили, встретимся где-то. Когда ты сюда приезжаешь, я тебе куплю, и ты со мной рассчитаешься. Я же никогда копеечку, чек принесу. Мне оно на сто лет не надо. Да надо. Надо колысь. Надо колысь. Так она на 300 гривен наделась бы, на всю жизнь бы хватило. Шматья. Только стирай меня и ходи, как куколка. А первое, качество все тоже полное. Ладно. Я предлагала свои услуги. Вон и никому не надо. Ладно, девчатка. Будьте все здоровы. Мира всем. Берегите себя все. Так, тут убережешь, да, девочки? Что кому написано на роду? Никто не отменял естественную смерть. А это все неестественно. Сильно Богом наказуемо. Сегодня, девочки, 1 октября. Дождались. Сегодня женщина одна пишет. Люда, дождалась похолодания. Дождалась, родненькая. Ночью слышно похолодание. Утром. Вот я сегодня сидела. В спальне окно открыто. И в кухне. Вот этот сквознячок. Я халатик накинула. Ну, это так классно. Сидишь, кофе пьешь. И вот этот ветерок прохладный. Аж не верится, что не кипяток ветер. Ладно, девчоночки. До следующего видео. Спасибо вам огромное за комментарии. Спасибо огромнейшее. Низкий поклон. За подписки. Спасибо огромное, девочки. Дай Бог, чтоб мир был. Я к Руму тогда и поездю. Сашунечка меня повозит. Я вам покажу места. Базары классные покажу. А сейчас, девочки. Не то время. Сейчас так выходишь куда в магазин. И уже я сегодня вышла в АТБ. И соседка моя, Галка, с третьего этажа. И с мужем в АТБ встретились. Я говорю, шо, Галочка, как дела она-то? В Херсоне посмотрела, шо? Я говорю, нет. А шо? Она мне рассказала. Я говорю, да ты шо? Я уже посмотрела на остановке, сидела. Я говорю, да я сама сидела. Не выходила, ждала пока сирена. Она говорит, а мы тоже потом. Ну шо ж сидеть? Может полдня она будет. Говорит, кушать надо готовить. Я то с мужем вышла. Я говорю, а мне Миша? Тоже. Шо-то надо. Сегодня купила ему веточку винограда. Купила. И два, три персика купила, выбрала. Ну такие лохматые. Вот это прямо ужас. Ну мягкие. Вчера два брала, скушал. Сегодня три взяла, не знаю. Заберет или выложит. Веточку винограда розового такого, знаете, классного, прозрачный розовый, такой крупный взяла. Потом. Надо своего нарезать. Обобрать ее тут, обрезать, где какая, ну порченый отнести. Потом три банана взяла. Вчера взяла два, скушал. Смотрел у шпайки в эти, в мусоре. А вот, съел бананы и персики, вчера скушал. Это взяла ему сарделек, взяла. Стакан сметаны 200 грамм, президент, 20%. Вчера брала, скушал. А сегодня не знаю. Взяла сникерс, один большой, хлеб, батон. Три помидора, еле выбрала розовых, небольшие. Вчера взяла три. Один не съел, два забрал. Съел. Потом. Что я еще взяла? Мороженое одно взяла. Не два, а одно. Ну, мы на всякий случай кину. Можешь съесть. Бутылку фанты, ветровую. Вот все. Все, больше ничего. И самошедшие гроши, девочки, все. Идешь полупустой кулечек и самошедшие гроши потратила. А себе ничего не покупала. Ни домой, ни сюда. Надо домой хоть, я не знаю, может, вечером зайду, хоть десяток яиц взять. Вот так утром я встаю. Вот сегодня я бы с удовольствием вареное яйцо и макароны эти не варила. А сварила бы лучше два яйца. И этот почти, без хлеба, без ничего, тот, что я открыла, этот рыбный. И все, и вкусненько покушала бы. А так в холодильнике два по полбатона лежат, и то сто лет там уже лежат. И когда-то я Миши брала в варусе, в коробочке, в такой пластиковой, перекрученное сало с красным перцем, там, с какими-то специями. Он вот, я смотрю, открыл, ковырнул один раз, наверное, ему не понравилось. Так оно и стоит в холодильнике. А вот. Все, на дверях там вот какие-то баночки, курага там, еще с паски. Я покупала на паску, и забыла забрать. И так она с паски там целлофани лежит. Ну, не сняла ничего. Два огурца, две цибулыны. Все, старое сало, моток целый есть. А морозилка совсем пустая. Это надо. Надо, девочки, уже и варенье можно. Ну, что, что, варенье брать? Я его буду кушать с хлебом, да, и жопа за ночь будет у меня. Не, не хочу варенье брать. Надо уже Оле говорить, хай, варенье берут, кушают. А когда его кушают? Декабре. Новости. Хай, берут уже. Консервацию, может, еще и рановато, да? Или, как, как, ну, мне кажется, еще не просолилась консервация, правда? А варенье уже надо кушать. А когда? Зимой его трескать. Вот так оладушки пожарил и с варенечком поумокал, да? Или даже утром вот так. Она же чай пьет, кофе же не пьет. На хлебушек положила варенье, уже чаек попила. Да на работу можно взять баночку маленькую варенья, правда, абрикосового. В чем девочки? Я пошла. Вот это кулек надо сложить в кулек, чтоб не в сумку. А домой приду, сразу его перестираю до утра. И не шутки. Оля, если хочет, хай, какие-то джинсы возьмет себе. Оно большие, оно хорошо, когда большие, правда? Они вот узенькие, в облипочку сядешь и... Противно домой приходишь, скорее стягуешь, как шкуру какую-то ящерицу. А тут такое свободное все. Даже если в поясе будут большие джинсы, резиночку втянуть, правда? Вот так. Так что я пошла. Девочки, будьте здоровы, родные. Берегите самое главное себя. Берегите все себя. Будьте здоровы. Пока. До встречи. А я сейчас это... А это буду чокаться, что такое. И вы почокайтесь, что это такое. Пока, девчонки. Малышок. Малышок. Я люблю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.